Заметки электрика Это у нас УЗМ50C от Меандр Это у нас SR721-1 от Евроавтоматики Это у нас Airbus D2-63 от DS Electronics Дополнительно я еще взял здесь 3 экземпляра У меня есть обзор на реле Томсен ВПД1 Так здесь его более современная версия Это ТОВПД1 То есть он уже здесь имеет индикации Также я взял дополнительное реле ОУВР1 от Чинт Ну вот эти два реле, они чисто с Алиэкспресса Ну и дополнительно еще решил Измерить время срабатывания У устройства защиты дугового пробоя УЗДП от ЕЭК Данное устройство я уже неоднократно Использовал Показывал вам на своем канале Поэтому вы в принципе с ним уже знакомы Дело в том, что данное реле, оно также обладает защитой от превышения напряжения Ну коль данная функция по защите от превышения напряжения имеется То будет полезно как бы ее и проверить Итак Вот этим четырем экземплярам я проводил подробные испытания То есть мы проверяли реле на срабатывание по уставкам По верхнему порогу, по нижнему порогу Также я им проводил краш-тесты И испытывал вот эти экземпляры напряжением 440 вольт Почему я проводил испытания именно этим напряжением Я все это подробно рассказывал в соответствующих обзорах Также помимо 440 вольтах Я прогружал данные автоматы номинальными токами Измерял при этом их температуру нагрева с помощью тепловизора И так далее и тому подобное Если вы еще не знакомы с этими испытаниями То переходите по ссылочкам в описании под видео Но дело в том, что когда я проводил испытания этих реле напряжения Я не проверил один очень важный параметр Это время их срабатывания И вот сейчас этот самый пробел я и заполню Я составил табличку, где написал последовательно все наши реле Ну а далее выписал из паспортов заявленные параметры Вот жирным выделено Ну вот например у Шнайдера вообще ни одного параметра По времени срабатывания не указанного в паспорте Соответственно я указал, что данных нет Вот у китайцев тоже никаких абсолютно данных не предоставлено Сначала проверяем время срабатывания при небольшом увеличении напряжения Ну порядка 265 вольт А затем То есть вот эту графу я отдельно выделил А затем мы проверим время срабатывания реле при напряжении 300 вольт И также я сделаю замер при понижении напряжения до 150 вольт И до 80 вольт Дело в том, что именно на эти параметры Ну плюс-минус там Производители заявляют разное время срабатывания устройств Да, кстати все столбцы здесь все время указаны в миллисекундах Вот например у евроавтоматики здесь указано при 300 вольт Что реле срабатывает за 60 миллисекунд И такое же значение указано при 265 вольтах Но например у того же Меандра имеется разница То есть при 265 вольт реле срабатывает за 200 миллисекунд А вот при 300 вольт уже за 20 То же самое можно наблюдать и у EEC 200 и 330 Airbus D2 У него так же как и у евроавтоматики реле указано два одинаковых значения Ну и так же в принципе аналогично ситуации и при понижении напряжения То есть где-то указано просто одно значение Где-то указано два значения и так далее Очень интересно Очень интересно И было много комментариев по этому поводу То что у реле Шнайдер Электрик Абсолютно нет никаких данных по времени срабатывания И вот поэтому мы сейчас убьем здесь ни одного и не двух А даже трех и более зайцев То есть мы проверим фактическое время срабатывания всех реле При разных значениях напряжения Далее мы вообще узнаем параметры времени срабатывания реле напряжения от Шнайдер То есть многие люди их устанавливали в свое время в своих щитках И наверное до сих пор продолжают устанавливать Ну видимо потому что не знают что за ту же цену можно купить более интересные варианты Вот и поэтому это будет тоже им полезно Далее мы выявим вообще победителя среди всех участников То есть самое быстрое реле при срабатывании Ну при той или иной уставке Ну и в целом это будет очень полезная сравнительная таблица Которая можно будет пользоваться при выборе При приобретении того или иного реле напряжения Так ну вот в принципе и все готово Схему я собрал Первый у нас идет Шнайдер Электрик Реле ЕЗ 9С 1240 У него нет никаких регулировок Уставка у него начинается от 265 вольт Но я сделал 270 Чуть-чуть с запасом Сейчас наведено здесь 220 вольт Вот видно индикатор зеленый у нас горит Вот мы видим напряжение У2 220 вольт И при нажатии кнопки реверс Я сразу толчком подам напряжение 270 вольт И в этот же момент сразу пойдет отчет выдержки времени На срабатывание реле Итак, поехали, смотрим Оп 3,64 секунды То есть вот у нас напряжение У2 269,9 вольт И это у нас время срабатывания 3,64 То есть вот у нас реле Реле моргает, да? На нем красный светодиод Это, кстати, в секундах Это 3640 секунд 3641 миллисекунда будет Так, интересно Теперь что я сделаю? Сейчас, ну, время я сброшу Теперь я нажимаю кнопку реверс И у нас напряжение обратно возвращается на номинальное Вот видите 220 вольт Вот, 29,5 Это время автоматического повторного включения реле То есть АПВ Оно у него тоже фиксировано И составляет 29 Ну, 30 секунд 29,5 Так Ну, давайте еще раз тогда Вот Поехали Оп Реле сработало Время 4,03 секунды Я вам скажу, что это очень и очень много Третий замер Реле Шнайдер Поехали 270 вольт Оп 404 Кстати, сейчас я вам покажу Очень интересный тоже момент Здесь можно наблюдать Собственный ток потребления Данного реле Вот видите При 220 вольтах У нас реле потребляет Около 3 мА Ну, естественно, что в момент коммутации Ток потребления немножко увеличивается Но это только на момент коммутации Так Ну, пока Шнайдер особо не радует Но, может быть, ситуация изменится При напряжении 300 вольт Итак Поехали Оп Сработало реле И время у нас составило То есть 304 вольта Можно чуть поменьше сделать И время у нас 1 секунда 23 1,23 Это очень и очень много Да, время немножко уменьшилось Но это все равно Много Так, поехали Повторно 300 вольт Оп 1,24 1,245 Ну и третий замер Оп 1,232 Ну, то есть Здесь без изменений Я вам скажу Это очень и очень много От Шнайдера я Такого и не ожидал На самом-то деле Ну, ладно Что есть, то есть Идем дальше Время срабатывания При напряжении 150 вольт Итак, поехали Оп Удивительно 830 миллисекунд Так быстро Еще раз 150 вольт Оп 830,9 миллисекунд Ровненько И третий замер 150 вольт Оп 830,9 миллисекунд Все тот же Шнайдер Но время срабатывания При понижении напряжения До 80 вольт Поехали Оп 809 миллисекунд Чуточку быстрее Чем при 150 Еще раз Оп 809,9 Вот у нас 80 вольт Ну и еще Третий раз Оп 809,3 Ну, прям Ровненько Ровненько Что мы здесь имеем Очень странное Положение дел А именно Тенденция То есть При 265 вольтах У нас Выдержка идет 3,4 секунды При 300 вольт У реле Время срабатывания Немножко уменьшается Но все равно Оно находится В пределах 1,2 секунды А вот При понижении Напряжения Почему-то Реле срабатывает Быстрее То есть Ну, примерно Плюс-минус Одинаково По 830 По 809 Миллисекунд На самом деле Какая-то Странная Тенденция Но вы сейчас В этом убедитесь Потому что Вот даже Смотрите Следующий у нас Меандр И у него заявлено 200 миллисекунды А при 300 вольт Вовсе 20 миллисекунд Ну, это вот Еще интересно Проверить Следующий экземпляр У нас УЗМ-50С Вот Меандр Все Производим Аналогично Потребление У нас Здесь Мы видим 5,8 Практически В два раза Больше Чем у Шнайдера Но Здесь У нас Опять-таки Имеется Дисплей Более Сложная Схема Регулировки Различное Меню И так далее Итак Поехали 265 вольт Оп 267 вольт Ну, чуть больше И время 1 18 Одна секунда 18 сотых Ну, здесь Естественно Отображается Текущее Напряжение Тоже Интересная Ситуация Аммиандр Заявил 200 миллисекунд А по факту В 5 раз Больше Ладно Давайте Еще раз Посмотрим Оп 1 и 1 Время АПВ 5 секунд Здесь стоит Так, ну, давайте Еще раз Тогда Поехали Оп Ну, а сейчас Вышло Чуть быстрее 869 миллисекунд Видите И время Отличается От заявленного Еще раз Напомню Что У Меандра Установлено 200 миллисекунд От При срабатывании Уставки Верхнего порога 260 вольт Стоит Я подаю 267 То есть Он должен Срабатывать За 200 миллисекунд А вот При 300 вольт И выше Он должен Срабатывать За 20 миллисекунд Это как бы Идет уже Фиксированное Фиксированный Порог 300 вольт И время У него Уменьшается Причем В 10 раз Ну, давайте Посмотрим Итак, поехали 300 вольт Оп Почему-то У меня Выдает Авария Устройство Ну, ладно 300 вольт Не получается Давайте Хотя бы 280 Что-ли Попробуем Поехали Оп 989 Миллисекунд Ну, это много Это много Так, давайте Еще разочек Оп 282 вольта 989 Миллисекунд Ну, ладно Жаль, что Не получилось При 300 вольт Это все сделать Не знаю Почему-то Возникает Какая-то Ошибка Возникает Какая-то Авария Но я думаю Что это Несовместимость Двух устройств Той электроники И моей электроники В данном устройстве Ну, ладно Запишем 989 Миллисекунд Хотя бы так Поехали Поехали Вольт И вот у нас Время Идет 1462 Так И срабатывание При 80 вольтах Здесь Паспорт У нас Идет 100 Миллисекунд Посмотрим Как будут Обстоять Дела Здесь Оп Отключил Это быстро 229 С половиной Миллисекунд Давайте Еще раз Оп 229 С половиной Миллисекунд Ровненько Ну, давайте Уж Третий раз Посмотрим Оп 229 С половиной Миллисекунд Что мы Здесь Имеем УЗМ Время Паспортное 200 Имеем 1800 Разница В 5 раз Так При 300 вольт У нас Здесь Не совсем Получился Замер Поэтому Его Исключаем Ну, судя По вот этому Он Как бы Тоже В принципе У нас Наверное Не соответствует Дальше При 150 вольтах У нас Здесь Должно Быть 10 секунд Получилось У нас 14,7 14,6 Не соответствует И при 80 вольтах Это фиксированное У нас Время Отключения 100 Миллисекунд По факту Имеем 229,5 За все Три замера То есть Само Время Срабатывания Реле Стабильное Но Опять-таки Паспортным Данным Оно Не соответствует Ну и Ток потребления Реле При 220 вольтах Составляет 5,8 Миллиампер Так Следующий Экземпляр У нас СР 721-1 От Евроавтоматики Номинальное Напряжение 220 вольт Итак Поехали Напряжение 265 вольт Оп Так быстро 55,2 Миллисекунды 265 вольт Вот Ухай Показывает Превышение Сработало За 55,2 Миллисекунды Замечательно Так И смотрим По нашей Таблице При 265 вольтах У него Заявлено 60 миллисекунд А у нас Отключился Первая попытка А у нас Первая попытка 55,2 Это даже Меньше паспорта Еще раз Поехали Оп Реле Сработало 55,4 271 вольт Ну 265 Там Так Ну давайте Еще раз 55,9 Отлично Итак 300 вольт Поехали Время срабатывания 33,9 Миллисекунды 309 вольт Отлично 300 вольт 317 даже вольт Время 34 миллисекунды Ну и давайте Еще разочек 320 вольт На реле И время у нас 33,6 Ну здесь 307 вольт 33,6 Замечательно Итак 150 вольт Время срабатывания Оп 955,2 Миллисекунды Так Еще раз 150 вольт Поехали Оп 150 вольт 150 вольт Время 1,1,0,1 Еще раз 995 В общем Здесь что у нас Заявлено 500 Миллисекунд А получилось В районе 955 И 1000 Но Я только Сейчас Увидел Что У нас Выдержка Времени На Отключение По нижнему Порогу Стояла 1 секунда А мы Выставим 0,5 Все Я выставил 0,5 Так Ухай А время По верхнему порогу Стояло Минимально 0,06 Ну как 60 миллисекунд У нас По факту Получилось 55 То есть Здесь все нормально Сейчас Сделаем Перезамер То есть У Шнайдера Время срабатывания Это все Фиксировано Также УЗМ Имеет Фиксированное Время По отключению Как по верхнему Так и по нижнему Нижнему Порогу Это только Вот у Евроавтоматики Можно регулировать Здесь Ну так Поехали 150 вольт Оп И вот Пожалуйста 535 Миллисекунд Давайте Еще раз 494 И 7 Так И еще раз Оп 475 И 3 Ну а дальше 80 вольт Поехали Оп 95 И 5 Миллисекунд Еще раз 95 И 3 Отлично Отлично И третий раз 75 И 7 Замечательно Ну и зафиксируем Топ потребления Реле При 220 вольтах Это у нас 8,6 Миллиампер Так Ну что здесь Хочется сказать При 265 Вольтах У нас Время отключения Соответствует Паспортным И даже Чуть меньше При 300 вольтах Время отключения У нас Еще снижается Практически В два раза Хотя в паспорте Указано Одинаковое Значение 60 Миллисекунд Здесь же у нас Разница по факту Составляет Два раза Это очень хорошо Дальше 150 вольт Время 500 миллисекунд И в принципе Здесь у нас Реле показывает Заданное Значение Даже чуть меньше 494 475 И одно Вот вышло Немножко Дальше При 80 вольтах У нас вообще Нет никакого Заявленного Значения Тем не менее Реле у нас Срабатывает Очень Очень быстро То есть Разница Отличается То есть Время Значительно Уменьшилось У нас Так Ну и Ток потребления Реле Составляет 8,6 Миллиампер То есть Что Пока Больше всех Следующий Наш участник Это Airbus D2 Здесь Хочу Уточнить Что я Выставил Модель Отключения Обычную Не профессиональную А обычную Чтобы При любых Превышении При любом Повышении Напряжения У нас Было Самое Быстрое Отключение Конечно же Здесь Можно было Активировать Профессиональную Модель Отключения То есть При Ну До 264 вольт Например Отключаться За 500 Миллисекунд А уже Свыше 264 Отключаться За 40 Миллисекунд Ну При необходимости Вы можете Выставить Каждую Себе Модель Индивидуально Я Сейчас Для проверки Буду Использовать Обычную Модель На Время Отключения Заявленное Время Отключения 40 Миллисекунд Итак Поехали Итак 265 вольт Смотрим 265 вольт Вот на Экране Реле И Смотрим Время Отключения 21 И 8 Миллисекунд Ух ты Как быстро Это Получается Это У нас Быстрее Всех 21 21 И 8 Так Давайте Вернем 21 И 8 Давайте Еще Раз Оп 21 И 7 Очень Быстро Так И Еще Раз Оп 21 И 8 То Есть Стабильно Абсолютно Получается Стабильные Результаты Замечательно Замечательно Так Ну вот У нас Получившееся Значение Но Все-таки Я решил Здесь Проверить И Профессиональную Модель Отключения Давайте Посмотрим Если Я сейчас На реле Выставлю Профессиональную Модель Отключится Ли Оно У нас За Заявленные 500 Миллисекунд Или Нет Так Вот Оф Ставлю Оно Итак Поехали Оп 261 Вольт Здесь На устройстве 262 Вольта И Время Как вы Видите 531 Миллисекунда 531 И 9 То есть Видите Сразу Время У нас Сменилось То есть Это У нас Уже Активирована Профессиональная Модель Которая Не Отключает Защищаемое Оборудование При Безопасных По величине И длительности Отклонениях Напряжения То есть За ее За основу Взята Кривая Айтик С Вема Про Которую Я вам Также Рассказывал В обзоре То есть Мы Видим Что При Активации Данной Функции Реле У нас Сразу Наглядно Меняет Время Срабатывания Вот Итак 300 вольт Оп 301 вольт Вон там Здесь у нас 313 И время 23 Миллисекунды И поехали Еще раз 22 И 7 И Еще раз 23 Миллисекунды В общем Проверяем Реле Напряжением 150 вольт Оп Отключилось 148 вольт Так И здесь 132 И 1 Миллисекунда 150 вольт Оп 132 И 3 132 132 0 Так Здесь Еще раз Уточню Что это Время Измерялось При Обычной Модели Не Профессиональной При Профессиональной Модели Уже Меньше 154 вольт Срабатывает За 40 Миллисекунд Так Ну а теперь Мы проверим Напряжение 80 вольт Итак 80 вольт Поехали Оп 22,6 Миллисекунды При заявленных 40 Отлично 22,6 Так Еще разик Давайте 22,6 Так И еще раз И третий раз Стабильно 22,6 Миллисекунды Замечательно 76 вольт Так Ну и потребление Реле Airbus D3 При 220 Вольтах 220 вольт Составляет 3,6 Миллиампера Так Ну и Выводы По реле Airbus D2 От DS Electronics Так Это я вам уже Рассказал Эту мою Профессиональную Модель Проверили Она полностью Соответствует Заявленным Параметрам И даже В два раза Быстрее Срабатывает Чем Заявлено Дальше Проверили Реле При напряжении 300 вольт И оно Также Срабатывает Практически В два раза Быстрее Чем Заявленные 40 миллисекунд При 150 вольтах У нас Заявлено 100 миллисекунд Реле Срабатывает В пределах 132 миллисекунд Ну здесь Чуть Больше Получилось У нас Так И При 80 вольтах Заявлено У нас 40 миллисекунд По факту Реле Срабатывает За время 22,6 Миллисекунды Ну и Ток потребления Собственный Ток потребления Реле При напряжении При номинальном Напряжении 220 вольт У нас Составляет 3,6 Миллиампера Это Чуть меньше Чем у Шнайдера Но при условии Того Что он Обладает Более Широким Функционалом Регулировками И имеет Дисплей В отличие От такого Шнайдеровского Экземпляра Сейчас У нас На очереди Реле ТОВПД 1 На 63 Ампера От Компании Томзн В общем Я здесь Выставил На нем Уставки Вот 260 вольт 180 вольт Нижний порог 63 ампера Ток И Выдержку 3 секунды АПВ Наверное У этого Реле Никаких Данных Нет Поэтому Все будет Чистого листа Так сказать Тут Немножко Поторопился И подключил По аналогии Предыдущего Реле А здесь Наоборот Фаза с нулем Идет То есть Фаза справа Идет Итак Поехали 265 вольт Оп Реле Сработало Горится Ответствующий Индикатор Так И время Отключения У нас Оставило 664 с половиной Миллисекунды Оп 877 И 9 Третья попытка 1.02 Итак Поехали 300 вольт Оп Вот он даже показывает 296 295 вольт Так И время 619 с половиной Так 619 с половиной Еще раз 796 и 4 Оп 503 и 2 Так 150 вольт Оп 808 с половиной 808 с половиной 830 и 1 Так Оп 822 и 6 Так И 80 вольт Поехали Оп А быстрее стало отключаться Китаец 371 и 7 371 и 7 Еще разок Оп 688 и 4 Так И еще разок Оп 539 и 9 Ну Китайская стабильность По измерениям Которую можно только Позавидовать В кавычках Так Ну и в заключении У нас Ток потребления 6,5 мА При условии Даже двух Вот таких Дисплеев Что я могу Сказать Об этом Реле напряжения По измеренным данным Это реле напряжения Гораздо превосходит Шнайдеровское Реле И даже возможно Меандровское УЗМ В некоторой степени Да У него Имеются Нестабильные Вот такие Вот Моменты Да У него Может быть Потребление Чуть больше Но это Из-за дисплеев Если сравнивать Со Шнайдером Ну Посмотрите Какое Время Срабатывания Имеет Шнайдер И Наш Экземпляр Китайский Томзн Особенно Вот это Меня радует Вот эти Два Значения Здесь Он В два раза Быстрее Хотя бы Если сравнивать В этом отношении Плюс Информативность Как-никак Здесь И ток потребления И вольты Все есть И регулировка Есть В отличии от Того же Шнайдера Ну и Не забывайте Тоже Немаловажный Козырь Данного Китайца Это Стоимость А по Стоимости У них Разница Может Составлять От Восьми До Десяти Раз Так что Вот Думайте Так Следующий У нас Китаец Под Известной Маркой Брендом Чинт Так Оно Нерегулируемое Так Имеет Срабатывание 270 вольт Плюс Минус 5 И 170 вольт Плюс Минус 5 Ну соответственно Сразу Наверное Мы его На 300 вольт Подключим Итак Поехали 300 вольт Чинт Оп Сработало Реле А время У нас 1.46 Это Пожалуй Одно Из самых Больших Времени Срабатывания Даже Больше Чем У Шнайдера Попытка Номер 2 Чинт Оп 1.486 Третья Попытка Оп Полторы Секунды Чинт 150 вольт Оп 1.41 Оп 1.44 Кстати Выдержка Времени АПВ У данного Реле Составляет Ну как У Шнайдера 32 секунды Смотрим 1.43 80 вольт Чинт 1.381 Ну чуть Быстрее Чем При 150 Видно Какая-то Тенденция На Уменьшение Но Несущественно 1.358 Ну и Третья Третья Попытка 80 вольт Оп 1.395 Так Ну и В завершении Это у нас Топ потребления И Как видите Он здесь Достаточно Большой По сравнению С другими Реле Хотя Здесь Вообще Ничего Нет Ни регулировки Ни дисплеев Ни каких-то Там Навороченных Функций Вообще Ничего Нет Так Ну что Можно сказать О Чинтовском Реле Время У нас Самое Самое Большое Ну Больше Даже Шнайдеровского Вот На этом Пределе В принципе Время У него Идет Стабильно Замеры Вот Идут Но Тем не менее Здесь Есть Тенденция На Уменьшение Но Тем не менее Время Как видите Достаточно Большое Плюс Не обоснованно Большой Ток потребления То есть Даже Вот Сравнивать Если Без Со Шнайдеровским Аналогичным Реле Без Дисплеев Без Регулировок И тому Подобное То У того 3.1 У этого 18 То есть Разница В 5 В 6 В 6 Практически Раз И так Вот мы Добрались И до Нашего Устройства Защиты От дугового Пробоя С функцией Защиты От превышения Напряжения Собственно Которую Мы Сейчас И проверим Насколько Время Срабатывания Заявленного В паспорте Соответствуют Действительности Так 280 Вольт Поехали Заморгало И чё А чё Ты отключить Ты не хочешь Что ли 286 Вольт Время Идёт Так Восстановим Питание Вот я восстановил 220 Время Всё ещё Идёт Ну и что Ты моргаешь Напряжение Уже В норме Так В общем У нас Заморгало У нас Заморгало Светодиод И это Расшифровывается Как Отказ Отказ От чего Отказ От срабатывания При Превышении Напряжения Что ли Или как Это Понять В общем Я сейчас Напряжение Снял И подаю Заново 220 Вольт Вот у нас Сейчас Всё опять Горит В готовности Никаких Отказов Нет Так Может быть Он что-то Не понимает И нужно Отключить Секундомер Давайте Пожалуйста Давайте Отключим Секундомер Вот Я Отключил Секундомер И сейчас Навожу Аналогично 286 Вольт Поехали Что происходит Опять Отказ 286 Вольт Вот Такая Вот Цветомузыка У нас Странно Но Самое Интересное Что Устройство Не отключает Нагрузку Так Сейчас Вернул Опять 220 И История У нас Повторяется То есть Светомузыка Остается Отключаю Устройство Включаю Заново И вроде Как Вот опять В готовности В общем Попробовал Я еще Несколько Раз Проверить Срабатывание Данного Устройства При Повышении Напряжения Но так У меня Ничего И не вышло Ну и Сейчас Не будем На этом И зацикливаться Давайте Лучше Это Оставим На Отдельное Видео Проверяем Роле УЗДП На Другом Стене Оп Сработала И горит Соответствующая Авария Что Напряжение Превышает Ум Максимум В завершении Хочу Еще раз Повторить Эксперимент СУЗМ 50С При Напряжении 300 Вольт Почему То У меня Получились Значения Далеко Не 20 Миллисекунд Итак Поехали А вот Получилось У меня Время 135 И 9 Так Давайте Еще Раз Поехали Оп Ну Быстро Быстро Достаточно 135 И 9 Ну Вот Это Результат И Запишем Так Ну И Продублируем 285 Вольт Так Ради Интереса Оп 609 И 5 Ну Что Собственно На Этому Все Вот Все Наши Полученные Результаты Которые Поставили Окончательно Точки Над И В выборе Того Или иного Реле Напряжения В принципе Все Пояснения Я давал Уже По ходу Видео По ходу Получения Тех Или иных Данных В принципе На этом Все Кому Понравилось Видео То Обязательно Ставьте Лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Впереди Будет Еще Много Всего Интересного Также Напоминаю Что у меня Есть Очень Интересный И Открытый Чат В телеграме Там Обсуждаются Ежедневно Очень Интересные Вопросы Ведется Постоянные Диалоги Друг с Другом Между Специалистами И не только И с Новичками И с Начинающими Также Подписывайтесь На мой Инстаграм Канал Потому Что Очень Много Я не Выкладываю Маленьких Фрагментов Маленьких Сюжетов На Ютуб Я Выкладываю Туда В сторис Либо Обычную Ленту В публикации Поэтому Чтобы Не пропускать Самое Интересное Переходите И подписывайтесь На мой Инстаграм На этом Все Всем Спасибо За Внимание До новых Встреч Продолжение следует Продолжение следует